Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Семь Семян, и я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить об этой прекрасной даме. Снова мы будем говорить о том, что мы должны сделать именно в сентябре месяце, чтобы гортензия хорошо перезимовала. Но прежде чем начать ролик, я хочу сделать объявление. Семь Семян празднует день рождения, и этому событию запускаются две акции. Первая акция для подписчиков канала Семь Семян. При покупке в интернет-магазине Семь Семян, когда вы будете покупать, в графе промокод вы пишите слово «Подарок». И все подписчики, которые будут покупать, получат фирменную ручку. А вторая акция, еще более интересная. Сегодня в ролике я назову вопрос, на который нужно дать ответ. И первых пять человек, которые дадут правильный ответ и дадут его расширенный, получат сертификат на сумму 500 рублей. Так что не пропустите. По интернет-магазину при покупке акция будет действовать весь сентябрь. Так что, друзья мои, участвуем и получаем призы. Итоги подведем в четверг и назовем тех самых лучших победителей, которые успели попасть в эту пятерку счастливчиков. Ну а теперь сейчас традиционный ролик. Итак, гортензия. Смотрите, гортензия сейчас стоит в полном цвету. Сентябрь месяц для нее самое лучшее время. Температура уже, скажу так, не сильно горячая. Часто выпадают дожди. И гортензия себя чувствует наилучшим образом. Но это, конечно, касается больше для средней полосы и северных регионов. На юге, конечно, еще у нас много теплых, солнечных и жарких дней. Поэтому гортензия у них там еще пока находится в состоянии борьбы за влагу. Поэтому, друзья мои, те, кто живет на юге, не забывайте, несмотря на то, что, казалось бы, уже гортензия распустилась и красиво цветет, не забывайте ее качественно и хорошо поливать. Помните, что все-таки гортензия – это сосуд с водой. И если у вас особенно высокие температуры, то полив через день. Особенно гортензия чувствительна к недостатку влаги именно на стадии цветения. Если воды будет не хватать, и мне очень часто такой вопрос задают, почему гортензия становится коричневой? Вот именно поэтому, что не хватает влаги и слишком горячее солнце. И гортензия сразу пытается завершить вот этот праздник жизни, стать коричневой. Поэтому юг не забывайте поливать вашу прекрасную даму. Ну а мы в средней полосе наслаждаемся во всю цветение, но продолжаем заботиться о ней. Что сейчас нужно гортензии? Друзья мои, азот сейчас в любом виде, какой бы вы ни взяли, под запретом. Азот сейчас прекрасной даме не даем. Сейчас наша основная задача – дать фосфор на калийные удобрения, включая магний. Вот это основные удобрения, которые в обязательном порядке должны быть внесены для того, чтобы растение успело усвоить. И, конечно же, реализовать, ну так если по-простому сказать. Что мы вносим сейчас, в данный момент? Это фосфор на калийные удобрения. Серно-кислый калий или сульфат калий и суперфосфат. Это уже кислые удобрения, которые именно поддерживают кислотность почвы. И, скажем так, не двинут кислотность почвы в ненужную сторону. Поэтому вносим для гортензии только кислые удобрения. Серно-кислый калий и суперфосфат мы вносим по столовой ложке или по 30 грамм и того и другого на 10 литров воды. И проливаем. Если, друзья мои, у вас слишком сыро и часто идут дожди, тогда можно удобрения внести в сухом виде в корневую зону. Если у вас стоит сухая погода, тогда все подкормки вносим только в жидком виде, предварительно пролив гортензию, чтобы не обжечь корешки. И через 10 дней, можно даже через 12 дней, можно подкормить вашу прекрасную даму калий-магнезин. 20 грамм на 10 литров воды. Магний способствует вот этому именно красоту цветения, окрасу. Если у вас, к примеру, вот такая гортензия, которая красная или розовая, они должны получить магний в обязательном порядке. От этого-то зависит именно красота, сила цветения и качество цветения. Поэтому магний гортензии, впрочем, как и всем цветущим кустарникам и всем цветам, жизненно необходим. А теперь, внимание, вопрос. Тот, на который нужно ответить 5 человек, которые получат сразу сертификат на сумму 500 рублей. Какую кислотность почвы предпочитает крупнолистная гортензия? Ну и продолжаем ролик. Какие еще удобрения мы можем внести? Это могут быть удобрения от Organic Mix, осенние, и туда мы можем добавлять к нему магний, который тоже производитель Organic Mix подарил нам в этом сезоне именно для всех растений цветущих. Магний там именно в сульфатной форме и хорошо будет усваиваться растение. Сейчас вы видите на экране, как он выглядит. Не забывайте о кислотности почвы, и гортензии кормим всегда только в кислой... Хорошо усваивайте удобрения именно в кислой почве, поэтому на это обращайте внимание. Еще важное дополнение, друзья мои. Если у вас гортензия болела или сейчас у вас появились какие-то пятна, которые портят внешний вид растения, тогда обязательная обработка от болезней и вредителей. От болезней мы можем использовать как биологические, так и химические препараты. Биологический аллерин с гомоиром, плюс туда липидоцит, плюс фитоверм, плюс бетоксибацилин. Это будет одна большая смесь комплексная от болезней и вредителей. Ну а от химической препараты, пожалуйста, можно использовать Актара, плюс Скор и плюс Хорус и обработать все ваши гортензии. Также можно использовать 1% бордовскую смесь. Пожалуйста, после листопада, когда листья упадут, листья собираем и больной кустарник еще раз обрабатываем 3% бордовской смесью. И весна у вас начнется именно с 3% бордовской смеси. Еще важное мероприятие сентября, которое мы в обязательном порядке должны сделать, это, конечно же, обрезка. Но, друзья мои, я не советую вам сделать сразу обрезку на цветение. Дело в том, что наша основная задача сентября – убрать вот эти тяжелые шапки. Посмотрите, вот даже сейчас я полила ее, немного на цветоносы попала вода. Цветоносы тяжелые сами по себе, плюс еще влага и гортензии. Посмотрите, как она наклонила голову. Поэтому вот эти цветоносы мы должны срезать. Срезаем не сильно, то есть можно просто чисто цветоносы вот так удалить и все остальное оставить. Дело в том, что мокрый снег, холодные дожди, ледяные дожди вот на этой шапке попадают и все. И вероятность разрыва, разлома куста будет очень большая. Поэтому я советую настоятельно срезать все цветоносы. А основную обрезку на цветение мы сделаем с вами весной. Почему именно весной? Я не сторонница обрезать гортензию осенью, хотя в принципе это возможно. Но бывают разные в жизни ситуации, особенно когда зима бывает слишком холодная, слишком ранняя. Скажем так, вы уже обрезали и снега нет. Гортензия ваша подвергается воздействию морозов сильно и в результате ветка может подмерзнуть. А весной вам уже будет нечего резать, потому что вы уже ее коротко обрезали, так плюс еще она у вас подмерзла. Поэтому лучше подстраховаться и оставить веточку подлиннее. А весной мы с вами уже дорежем на цветение и отправим благополучно нашу гортензию в путешествие по лету, чтобы она порадовала нас вот таким праздником жизни. Следующее мероприятие, которое очень часто мне такой задает вопрос, можно ли высаживать гортензии в сентябре месяце. Да, друзья мои, можно. Метельчатые гортензии, древовидные, совершенно спокойно можно высаживать. Хотя, честно говоря, я не очень люблю именно осеннюю посадку. Опять-таки же из соображений, что зима может наступить очень быстро. А для укоренения гортензии нужно не менее 4-5 недель. Поэтому вот этот период рассчитывайте. Если вы точно знаете, что у вас в запасе есть это время, тогда смело сажайте. Крупнолистную гортензию сажаем только весной, в каком бы регионе вы ни жили, кроме юга. Юг может себе позволить и осеннюю посадку крупнолистной гортензии. И не забывайте, все молодые посадки и взрослые посадки обязательно в зимний период времени замульчировать. Мульчу я делаю всегда одно и то же. Мне она очень нравится, как она себя показала, как она работает. Это хвойный опад, я мешаю с кислым торфом и добавляю туда любой органический материал. Это может быть компост. Это вообще считается классика мульчирующего материала именно для гортензии. И все это я засыпаю в приствольный круг, отступив от центра ствола. И в таком состоянии моя милая гортензия зимует просто чудесно. Слой мульчи я делаю сантиметров 15, не меньше. Если посадка у вас сентябрьская, тогда слой мульчи делайте до 20 сантиметров. И дружеский совет, если вы живете в северном регионе, один слой крупного материала 60-х никак не повредит вашей молодой гортензии, которую вы посадили в сентябре месяце. У меня на сегодняшний день все. Я очень надеюсь, что вам ролик пригодится. Даму вы свою приготовите к зимовке, и она вас перезимует на 5 с плюсом. Чему я буду очень рада. Не забывайте отвечать на вопрос. Я прощаюсь с вами. Итоги подведем в четверг, 3-го числа. Все. До новых встреч, друзья мои.